Всем привет, с вами снова Феуранис. Мы продолжаем прохождение второй части Ведьмака. Давай уже. Есть вести от твоего таинственного информатора? Гавань закрыта. Некоторые купцы торчат тут больше месяца. Но через лес-то всегда пройти можно? В лесу Йорвит. Доброго тебе дня, ядрить его. Согласен. Ты знаешь, где мы? В лесу. А, я думаю, что так тяжело. Бля, что можно выкинуть, интересно? Большой перевес 15 килограмм. В принципе... А как дропнуть, интересно? Ага. Дубина. Ещё дубина. А, так, ещё 3 килограмма надо освободить. В принципе, вот этот меч что-то говно какое-то. Во. Может, Йорвиту? Я знаю о долине Понтера больше, чем ты думаешь. И мне известно, что Фольтест отобрал эти земли у Димовенда несколько лет назад. Полагаю, ты тоже принимал в этом участие? Бля, мне так нравится такие локации. Слышите? Смердиты эльфами. Йорвит. Йорвит. Это... Вернан Роше. Последние 4 года командовал особым подразделением. Служит королю Тимерии. Лично отвечал за усмирение пред горе Махакама. Охотник на эльфов. Убийца женщин и детей. Дважды награждён за проявленную опыта. Отвагу. Йорвит. Самый обычный выродок. Хе-хе-хе. Я так ждал нашей встречи. Строил планы, готовил ловушки. А тут, пожалуйста, ты сам явился в мой лес. Ты помог убить моего короля. Король или бродяга – разницы нет. Одним тхойно меньше. С каких это пор белки пользуются услугами наёмных убийц? Дхойны на службе с Каэтаэлей низко вы опустились. Наемный убийца. Можно его и так назвать. Но он нетхойный. Дело не в расе. Но война идёт именно из-за неё. У нас острые уши, у вас округлые. Мы живём долго, но нас немного. Вы плодитесь, как кролики, да на счастье быстро дохнете. Каждый пытается доказать, что его уши лучше. И ради этого люди и эльфы режут друг друга четыре сотни лет. Из-за формы ушей. У вас скрывается убийца королей. Мы пришли за ним. Значит, у нас конфликт интересов. Убийца королей находится под моей защитой. Я его не выдам. Очередной эльфский старец с телом юноши пытается спрятать правду за изысканными словами. Правду? Дело не в расе, да и не в свободе. Даже месть тут ни при чём. Вы здесь только потому, что кто-то очень влиятельный так захотел. Тот, кто вас использует. И не важно, корона у него, волшебная палочка, или он заправляет богатой гильдией. Одно знаю точно. Ни ваша свобода, ни ваши уши его не волнуют. У вас уже была, похоже, история с Нильфгардом. И сейчас она повторяется. Или, может быть, я ошибаюсь? Ошибаешься. Никто больше не будет использовать скетаэлей. Кого ты хочешь убедить? Меня, самого себя или твоих лучников, которые прячутся в кустах? Хватит трындеть! Сдохни! Сдохни! Да уж, это поможет. Рис, ты в порядке? Прекрасно. Займись лучниками, они уже близко. Геральт, заклинание еще держится, не отходи. Что происходит? Мотыльков у нас больше не будет, так что сваливаем. На корабль? Нет. С той стороны их еще больше. Будем пробиваться к флотам. Это ты, Рошель? Побери лапы с моей задницы. А ты, мол, кто? Я тебе не мешок на сошке и не солдафон. Я женщина. Я заметил. Меня дошнет. Хоть помру с руками при красной копке. Не ловерь. Я удержу закраску. Вперед, пошли. Не трясись. Ты меня отвлекаешь. Не цела? Да. Все в порядке. Ублюдки. Что там? Вот же слон за мной. Я вижу только твои сапоги. Где этот гребаный город? Я почти поверил, что мы выберемся. Тризм. Варьер исчезает. Тризм. Еще немного магии. Еще капельку. Убей их, Гера. Белки атакуют. Тревога, белки. У них магии. Заходить! Берни! Берни! А, Берни! А, Берни! 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 Вы знакомы? Довольно близко, только он уже не помнит Потому я и застал его врасплох, когда убивал Фольтеста Не бойся, эльф Я знаю и Геральта, и его слабости Слишком много магии разом, от этого и умереть можно Ты видел? Да, убийца и Йорвет Живые? Вы кто? Зачто, вы кто будете? Я ведьмак Купец-бокалейщик, эмгир ван эмрейс Купец? Бокалейщик Ага, а это? Добрый человек, мы чудом избежали смерти Будь любезен, покажи, где тут можно отдохнуть Позже мы все объясним, если нужно Ваша правда, на рынок идите, может и на казнь поспеете С мучьянов вешать будут, краснолюда и барда какого-то Там еще корчма, бордель, отдохнуть можно Бордель, это самое важное, будь здоров Купец Я, кажется, даже догадусь, что это умершит Твои послугадные стены Неплохо И охотиться Вылитые Люди, люди Казин скоро начнется Ты что, сосед, пойдешь висельников смотреть? А где городская площадь-то? Я слыхал, что-то Скорее, пропустите же все Бля, красиво-то только, а Золтан Лютик Мой агент Прекрасно Идеи есть? Импровизируем Без крови Мы постараемся Геральт! Геральт! Ты здесь! Спаси меня! Как обычно Собака А ну, седой, осади За что их казнят? С виду они не слишком грозные Так они с белками якшались Девки скотаельские А Лютик что, тоже эльфский шпион? А вот его за распутство вздернут За что? Барда повесить за распутство Так в приговоре сказано А приговор, ваш милец-ведьмак Это вам не что-нибудь? Люди! Я раньше не слышал, чтобы в славном королевстве Тимерии Вешали за распутство Здесь вам не нильфгард Иди-ка отсюда, Чудной А то я за себя не ручаюсь Забаву людям портит Может, и Чудной о дело говорит Я вот тоже бабу потискать не прочь Так что ж, и меня в петлю тащить? Господин Стражник к нам тоже пару раз захаживал Только без распутства Иди отсюда, Вагарвена Тут тебе не бордель Я пойду Только скажу, что охота-то у него была Да вот Остановите казнь Рифмоплёт должен висеть и будет висеть Здесь город порядочный А бледям и ведьмакам слова не давали Следите, что говорите, господин Стражник В ведьмаках я не разбираюсь А вот Гарвена Баба порядочная А ну заткнуть хайло всем Тишина Слушайте, слушайте У этого вояки Божьим попущением яйца гниют Захлопни пасть, шлюха Ты же не станешь бить женщину Женщину нет Берегись, ведьмак! Он руку на власть подымает Хм, неплохо Давай, давай! Найдется место и для такого свытьяна Глядите, люди! Он руку на власть подымает А ты что, вырос? Хочешь петре сплясать? Давай, давай! Амма спасти я что тут такое мать вашу я спрашиваю что это вы тут вытворяете докладываю что пошел вон крушина парочку сраных ублюдков стернуть не можете а ты стой спокойно и руки держи на виду на помосте либо в петле висят либо речи говорят а ты что выберешь у кого сдали нервы твои люди первыми начали драку мне то что за дело они начали ты закончил фиг так не спасли я должен был защитить друзей так ты их отпустишь но и компания у тебя ведьмак отпущу кая вора спокойно я пошутил ненавижу воров я могу устроить еще одно представление на этот раз кровавые и без публики или мы договоримся смысле дай мне минуту слушайте все наверное каждый из вас слышал о трагедии случившейся во время осады замка лавалетов к сожалению это не ложь король фольтест убит скорее всего к этому приложили руку с к это эли в эти смутные времена даже король не может чувствовать себя в безопасности поэтому сегодня на улице флот зома выйдут вооруженные патрули объявляю военное положение ждите указаний готовьтесь к бою мы будем мстить за нашего короля а теперь все по домам а с ними что казни не будет пока что скажем я решил пересмотреть их дело виселица не место для беседы поговорим у меня твоих приятелей я освобожу но из города их пока не выпустят что у тебя вечером приходи как стемнеет раньше я буду за а кстати добро пожаловать во флотзом ведьмак они правда хотели нас повесить я я не знаю я же не хотел сжигать башню все в порядке лютик идем отсюда мы у тебя в долгу ведьмак спасибо тебе а теперь в трактир пойдем лютик выпьешь полегчает заодно расскажешь о местных травах ханжестве и распущенности интересного их можно было спасти дайте вечером в другой раз будет доска объявлений может есть что интересное что б меня меня правда чуть не трактирщик водки чтоб меня вши заели три смири гольд ты выглядишь очаровательно но только бледновато чутка чародейство бывает утомительным но уже все хорошо рада тебя видеть бородач что здесь вообще происходит месяц тому назад вы собирались ехать на свадьбу золтана все похерилось свадьбы не будет а фольтости слышали слухи мчатся быстрее ветра я хотел бы знать правду а ветра и сплетни мне до одного места как погиб фольдерст правда что там был дракон и кто теперь правит тимерии тише лютик а то подавишься а что дракон там появился дракон больше я ничего не знаю но откуда лавалеты взяли дракон говорят это огромная скотина дралась за них драконы обычно не интересуются политикой может у него логово было рядом и он почувствовал опасность если бы ты его не прогнал фольтест мог бы и не взять замок что тут гадать что случилось регенриксы сорвали помолвку какой-то трехнутый хер разболтал что я поучаствовал в заварушке в зиме мой несостоявшийся тесть видишь ли не желает принимать в семью бунтовщика простофилю и разию эй трактерщик где наша водка по порядку мы дошли до махакама через неделю после смерти великого магистра купили золтану с ног сшибательный костюм двойку башмаки от гальюна и здоровый в мой кулак жадеид в подарок эвдолин накушались мы тогда изрядно лютик еще устроил для меня мальчишник в храме любви тесные врата на следующий день мы были у бригинриксов поздоровались поседовали немного о превосходстве махакамской горнопроходческой мысли и сели за стол и когда мне уже казалось что я постиг все тайны горнятского мастерства подали суп тихо сделалось как в могиле и тут старый бригинрикс говорит настоящий краснолюд обязан в шахте работать а не гоняться за славой на войне не поверишь геральт ему в знак отказа подали черную похлебку как у них принято черная была как смола вот тебе слово должно быть на угле ее готовили а теперь поедим говорит и выхлебал целую тарелку этих помоев козел старый чтоб ему эта его шахта на башку обвалилась с каких пор ты работаешь на роше эй никто и слова не сказал когда ты спасал тимерию от великого магистра и его мутантов а я и не говорю ничего я просто спрашиваю можешь сделать что хочешь женил кто отрастил уже ну ты сказал смейтесь смейтесь в кои-то веки я решил сделать что-то полезное и поэтому раньше ты шпионил на ританию а теперь работаешь на тимерию знаешь кое-кто назвал бы тебя предателем ой одной поэзии сыт не будешь я гражданин мира и потому считаю что до тех пор пока не служу императору эмгиру ничего плохого не делаю оставь его в покое геральт пошпионит и перестанет его быстро наскучит сам знает а лорадо говорил что ты работаешь на скейтаэлей это правда золтан геральт ты меня знаешь я разными вещами занимался в жизни но бандитом никогда не был скейтаэлей себя бандитами не считают только я то не скейтаэль трес расскажи кто теперь правит ты у нас эксперт страна все больше погружается в хаос древние семейства начали открытую борьбу за власть барон кимбольд и граф мара вель в том числе после убийства пока геральт сидел в тюрьме влиятельные магнаты собрались на поле недалеко от замка лавалетов чтобы выбрать нового правителя продолжалось это три дня и напоминало скорее базар чем дворянское собрание только торговали там конторами должностями сферами влияния и привилегиями люди было несколько поединков двоих отравили а короля так и не выбрали мы были на волосок от гражданской войны а что у нас с чародеями вот именно куда делись эти умники когда они действительно нужны их не пригласили но именно благодаря чародеям а скорее нескольким влиятельным чародейкам удалось предотвратить коронацию барона кимбольд а я как-то пел у него при дворе он не заплатил жратва была дрянная если он станет королем я уеду из тимерии а а а ты как там оказался я охранял короля после первого покушения фольтес начал считать меня чем то вроде живого талисмана приказал быть рядом во время битвы дракон отрезал нас от остальных войск убийца прикинулся монахом к тому же слепым он позволил королю встретиться с детьми подождал пока я отойду и перерезал ему горло от уха до уха как он ушел прыгнул из окна в реку а там его ждали с каэтаэли Йорвита все было продумано и подготовлено и поэтому ты гонишься за ним из-за того что он убил короля в убийстве обвинили меня я должен снять с себя подозрения кроме того я успел заглянуть ему в глаза прежде чем он сбежал это был ведьмак а потом появились бравые эти мерзкие стражники я получил по голове и отключился люди спасайтесь а кто может чудище идет лучше пойдем отсюда там кто-то применяет магию о кратер только он только в реку поместился непонятно что ж ты за чародейка я с тебя спрашиваю слышишь чего тебе люди гутарят чего ж ты ему не помогла он же жив чудище его едва под воду не утянуло а ты только мы знай пялилась как паран на сраные ворота попридержи язык ну ладно где чудовище он и я спрашивайте геральт значит мы знакомы ворон ворона глаз не выклеить скажем так я много о тебе слышала мил здарь ведьмак зосика нашего чудища едва на дно не уволокло а вы теперь чей языком трепать будете что тут случилось я приехала во флотзом чтобы убить кейрона кого монстра который перекрыл гавань минуту назад мне повезло увидеть его во всей красе а эти люди его спугнули повезло слышь зосик то то ты счастливый откуда вы чудише в гавани а может ведьма его и вызвала чтоб увидеть во всей красе может кто из вас подсобить чародейки одолеть монстры мы это каким таким чудом он вон а какой могучий здоровый как гора а чего вцепились в того кто за это взялся ну так уберем мы вашего кейрона я или чародейка а может и вместе надо только выманить его из гавани чтобы он никого лишнего тут не убил ну надеюсь что вам удастся монета все одно ведьмак ли ведьма если убьете то вам весь городок будет благодарный а прошу прощения что помешал меня зовут я занимаюсь вопросами чудовищ во флот землю посему хотел бы спросить не возьметесь ли вы решить проблему так называемого кейрона чудище которое перекрыло всю торговлю на реке ну так что ведьмак будем работать вместе обычно я работаю один я появилась здесь раньше тебя и отказываться от работы не собираюсь рыбка или пипка как говорят на сне хихих ладно я согласен по вопросам награды прошу обращаться к купцам в доках госпожа де танцервиль как мне кажется уже провела предварительные переговоры именно так в таком случае не смей более вам мешать трис когда ты наконец меня представишь шиала де танцервиль советница королевы зулейки из ковера ковер же далеко на севере это правда у меня были сомнения стоит ли кейрон такого путешествия но увидев его сегодня я окончательно убедилась что стоит ты приехала сюда за ингредиентами трис миригольд догадлива как всегда ты имеешь в виду глаза тролля яд гуля кровь девственницы все эти отвратительные субстанции и органы которые мы получаем из вымирающих видов и бросаем в котел во время шабашей так ведь трис о да девственницы вид на грани вымирания о да очень смешно трис ну хватит шуток геральт ты видел щупальца что ты об этом думаешь тварь наверное огромная жила себе в каком-то притоке понтера охотилась потом подросла и стала искать новые источники пропитания и открыла для себя вкусные барки полный жирных купцов седрик седрик говорит что кейрон пришел сюда из северных болот с месяц тому назад седрик эльф бывший склета эль странный тип но неплохо знает окрестные леса и все что их населяет мне надо осмотреться кое-что раз узнать проведешь пару тайных ведьмачьих ритуалов вроде того поговорю с купцами о награде навещу седрика и дам тебе знать я буду в трактире я сняла комнату наверху там бордель спасибо что предупредила это что ж веселая игра так маманя всегда мне говорила иди учеником к каменщику будет у тебя есть я сцены видел когда нибудь речное чудовище кейрона видал только я не из болтливых говори огромное чудище размером с сарай будет щупальцами народ с кораблей утягивает и скотину вся в слизи сука как улитка но проворная как голодный кабан реально где он тут помещается место конечно поганое спору нет зато есть с кем подраться корабли только наверно и пролезают странно так что у нас тут есть вот а а и и и подсвечник дешевый бля надо продавать нужен продавец плюс еще надо сейчас посмотреть как здесь персонажа прокачивать мы там несколько уровней вроде апнули это задание это инвентарь карта интерфейс хули гадать круче нам посмотреть здесь так настройки управления думаем сами так хорошо о вот это тоже надо по мечами сблокирован обучение путь основных ведьмачьих навыков заблокирован заблокирован так щас секундочку так извиняюсь за паузу заблокирован алхимик магия и бой на мечах кстати проебался какая-то была кнопка так у меня пять талантов чё в обучении скорость установления энергии вне боя 25 процентов здоровье плюс 10 позволяет парировать у бары ударов со всех направлений позволяет метать ножи установление энергии в бою отбивать стрелы отбивать стрелы а чё типа надо а понял это дерево а типа еще и можно прокачать так эти пути так и заблочены окей так здоровье метать ножи мне точно не нужно вот энергии в бою здорово мутация у нас нет ага новый уровень позволяет парировать снижение урона при блоках сто процентов а то есть вообще тратится не буду да берем отбивать стрелы в направлении стрелка скорость установления энергии вне боя в бою так ну короче нормально закачались ну можно мне кажется еще х пашечку и энергии в бою так сохранимся теперь мне надо найти торговца согласно на предложение коменданта и разыскивается живым или мертвым эльф ерви татаман шайки белок так тут по моему если я правильно помню я когда-то смотрел видосы не смотрел целиком прохождение но помню что вроде будет какой-то выбор что мы будем или с расшелись ерви татам так вот я буду с расшелись сразу предупреждаю так это таверна где магазин заказ на эльф ерви татам берет все Приветствую в моем скромном заведении. Чем ты торгуешь? Благовониями, по большей части. Разными благовониями. Для медитации, для освежения мыслей, для кухни, лекарств, ритуалов. Чего только душа пожелает. Меч мой не купишь, да? Или купишь? Кто не купишь? Легендарная вещь, дубля специального отряда. Уживая куртка. Уживая куртка. Перчатки, да? Перчатки у меня лучше. Легендарная вещь. Да, перчатки мои лучше. Штаны. Время действия. Знак оголеона. Голеотроп. Допилот урон от знаков. Здесь броня, спрятелень, горение, отравление, кровотечение. Ну, слушайте, штаны вот эти, пожалуй, где-то. Привет. Черт. Угу. Так, отлично, расхламились. Масла продавать не будем. Эликсиры. Ловушки. Риобин. Химические штучки не продаем. Оставим рецепты. Ключи. О! Нормально. Нормально. Чем-то-то... Так, хорошо. Я таких, как ты, навидался. Контракт с Кейрон, Нанакеров, Андриган... Дряк. Завершение забавы подвесить. Пригласим дельта разговор. Ну, от сюда давайте попиздеть. Чего он хочет, так, меня... Чего это тут такое? Заперто. Лореда хотел меня видеть. Комендант занят. Приходи вечером. Окей. Так, а помедитировать тут? Чего еще по заданиям? Кейрон. Контракты. Убийца Королей. Недалеко от Фонзума вновь встретил убийца Фольтоста. На этот раз компания Юра. Это предводитель отряда с Китая. Или это не могло быть простым стечением. Пописательство действительно тоже оказалось, что встреча была не случайной. С этого момента... А, с того самого мига ведьмак решил, что на убийцу можно лететь через эльфов. Кейрон. Вопрос цены. Поговорит с купцами на пристани. Че тут? Понятно. Травки и грибочки. Не делай глупости. Лады? Чего тебе? Я так понял, у купцов какие-то неприятности. Эх, ничего себе какие-то. По трактам не проехать, в лесах полно бандитов, гавань перекрыта водным монстром, а вдобавок еще и пошлины поднимают. С пошлинами я тебе не помогу, а монстром могу заняться. Чародейка тоже так говорила, а результатов никаких. Она попросила меня помочь. А кто тебе платить-то будет? Как раз это я собирался обсудить. Ха, чародейка должна была сама управиться. Мы работаем вдвоем, значит стоим в два раза дороже. Ты, наверное, шутишь. Может, чародейка и не знает ставок, но я ведьмак. И если она услышит, что вы хотели ей не доплатить, то вам уже не Кейрона придется бояться. Довольно, я все понял. Деньжат накину, но удваивать плату я не стану. Подготовка к такой работе стоит денег. Хочешь аванс? Вот, держи. Напьешься и натрахаешься в волю. Мне эликсиров нужно купить. Расскажи, что ты знаешь о чудовище. Это ж ты здесь, ведьмак, чири, тебя задери. Я в этом не разбираюсь. А кто может о нем что-нибудь рассказать? Может, этот стукнутый, эльф Седрик. Он много о монстрах знает. Где его искать? В деревне под стенами. А теперь оставь меня в покое. И охотятся вылитые коты. Так, вопрос в цене решили. Беда с троллем. Я помню, где-то под мостом все делал один. Ну давайте посмотрим, как здесь заработка идет. Вроде локация симпатичная. Хотя бы посмотрим, что это все из себя представляет. Конечно, можно было бы послать нахер всем. Ну вот. Пречувствие меня не обмануло. Стоило заглянуть в эту дыру. Убийца Фольтеста собственной персоной. Как дела? Как здоровье? Не жалуюсь. Безмерно рад. Знаешь, да вы и зимы путь далекий. Я не хочу тут долго возиться. Я и так на тебе много времени потерял. Ну, счастливого пути. Что тратить время на разговоры? Слушай, шутник. Живой ты стоишь больше. Но если будет надо, ты и мертвым сгодишься. Что выбираешь? Ну, попробуй меня убить. Брось меч и подними руки. Иначе я не ручаюсь. Подойди и попробуй меня убить. Он так просто разнастся. И упустите его. Я не знаю этих штучек. У меня есть черепаший камень. Отстань, уродов! Так, вопрос. Волк сто процентов? Вроде да. Это его и ищут. Держи его, ребят. Держи его, ребят. Держи его, ребят. Уродов! Держи его. Интересно почитать. Разыскная и грамотная Геральта из Риви. 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 Разыскная и грамотная Геральта из Риви.